так всем привет прибыл я в очередное заброшенное место это финляндии заброшенный кожаный завод то есть здесь производили изделия из кожи в том числе сапоги резиновые ну и кое-какую одежду там и так далее резинотехнические изделия также так также тут прочая заброшка вон есть здесь был видимо какой-то жилой дом может быть была контора ну а здесь сами изделия и производились сейчас это конечно все в таком печальном состоянии находится то есть разбитые стекла заброшен уже около десятка лет ну в общем что какая судьба завода 1920-х годах он был основан вот и например в 1970-х 80-х годах поставлял сапоги для армии и в том числе резиновые изделия в страны варшавского договора то есть советский союз и в страны восточной европы вот то есть отсюда поставлялись различные сапоги например для армии и так далее но и после развала советского союза заказов стало меньше ну и в общем вот потом завод постепенно стал забрасывать куча мусора это вообще-то не типично финляндии вот все конечно находится в печальном состоянии здесь я вам покажу здесь особо ходить не будем потому что не знаю кому принадлежит вот это вот собственность но в сам завод мы попадем здесь вон кстати река вообще место такое красивое достаточно но здесь он тоже видим что окна заколочены чтобы их не ломали не разбивали ну и просто туда никто не лазил но он там вот кто-то все-таки видимо пытался залезть или залез видимо будка собачья тут есть пристань там видимо каное или катер что-то такое но это уже не принадлежит сюда там тоже какой-то полу заброс точнее пару полуразвал ну тут река конечно живописные берега так там вот еще снег лежит в лесу вот как все это выглядит со стороны реки видим там четыре этажа получается вон максимальный такой высота все конечно же разбито здесь мы будет залаз кто-то уже видимо до нас делал залаз сейчас постараемся с ней залезть так я нахожусь внутри вот здесь видим значит здесь вот такие вот какие то здесь похоже резины резиновые изделия также изготовлялись или что-то вот такое то есть не только изделия из кожи вот здесь всего этого полно валяется какие-то уплотнители здесь похоже готовая продукция выезжала вот эти ворота открывались тут видно что окна заколочены еще шкафы какие-то остались вот такие вот трубы тут идут прожревшие то есть нужно быть предельно аккуратным есть вот такие вот ямы здесь похоже шелкабель коллектор тоже окна заколочены впрочем конечно мало это сейчас поможет на полу тоже конечно куча мусора всякие гвозди могут быть нужно все смотреть он прожарила все вообще дыры в окнах вот и вон там вот видны тоже помещение здесь идут ступеньки ну что какой-то песок сыпется не знаю откуда это все сыпется вот попробуем посмотреть сперва там я не знаю что вот в этом помещении сейчас есть от лампочек осталось конечно уже почти ничего вот то есть патроны висят ну и вот эти вот трубы тут видимо обогреватели были вот кстати тоже заложено но так посмотрим что там внизу ну тут не глубоко вроде бы но там он может быть может быть все что угодно трещины в полу конечно тоже ничего хорошего там он тоже привидение кто-то нарисовал вот здесь еще одни двери идут точнее это не двери это что-то тоже наверно для готовой продукции шлюз такой вот и здесь здесь какой-то станок видимо остался старинный еще там тоже какие-то конструкции аккуратненько идем посмотрим глубоко ли тут вообще в принципе там под полом под полом ничего такого нету глубокого просто мусором заложено так ну пройдемся здесь посмотрим что тут у нас вот такой вот у нас огромный вал находится видимо механизм тоже какой-то был к нему идут трубы либо для охлаждения либо для питания может быть был сжатый воздух и что-то такое здесь еще такие лесенки остались а вон тоже трубы на полу дверь какая-то лежит вот такой вот станок ну и тут бетонные конструкции тут все вот так вот построено тоже идут дыры в полу там вода то есть вот вот как это выглядит здесь так здесь тоже идет вода здесь видимо какие-то были резервуары так пойдем посмотрим что у нас здесь так железо железо так и вот здесь песок уже идет да я не знаю что там у нас графики кто-то уже нарисовал здесь трубы железные остались щиток вот аккуратненько идем трубы так здесь уже светлее потому что там вон окна есть там ничего интересного особо тоже шлюз какой-то наружу и здесь вот такие вот валы идут вот тут тоже механизмы были два таких больших валах то есть они приводились в движение есть даже электроуправление вот давайте посмотрим что здесь скорее всего мало чего интересного еще один выход наружу о циклоп ну кто-то здесь циклопа нарисовал прикольная тема прикольная тема циклоп так идем дальше тут видно что эти столбы да он еще кстати от ламп от этих кое-что осталось еще один вал тоже был скорее всего такой же вал здесь что у нас еще один вал я даже не знаю как это все работало но сейчас смысла нет это все подробно изучать вот засниму как это есть здесь нагреватель воздуха видимо был колорифер вот здесь будка управления и большой тоже зал кабеля еще валяются тут трубки от кабеля пройдем посмотрим сюда идем посмотрим щиток еще даже щитки остались но скорее всего электричество здесь быть уже не должно но лучше ничего не трогать тут тоже обогреватели видим батареи были посмотрим что у нас здесь здесь один из входов он заложен идет кабель коллектор кстати или ну туда я вставать не буду потому что никогда не знаешь как это все сделано но он такой около полутора метров глубиной не такой глубокий туда мы не пойдем больше тут тоже окна заделаны петли висят вот идем сюда дальше так как наверх то поднять как наверх то поднять здесь есть ступеньки но я не вижу лестниц на вверх так что здесь у нас это грузовой лифт да это грузовой лифт здесь у нас что здесь у нас туалет здесь у нас ступеньки но не в таком плохом состоянии что я не знаю стоит ли по ним поднимать так я наверху здесь опять механизмы уже другие валиков нету вот там у нас такие пол я не знаю каком состоянии здесь но по идее он должен быть бетонным здесь вот какая-то линия была видимо вот вид из окон окна все побиты здесь видим было было обогрев тоже какой-то вентиля идут вот видно дворик заброшенный птицы летают видимо у них где-то гнездо неподалеку вот и туда еще тоже выше поднимаются лесенки на перекрытие вот здесь тоже есть лесенка и в принципе можно выйти наверно будет и здесь аккуратно здесь еще одно помещение остатки механизмов здесь даже целые окна есть посмотрим что у нас здесь здесь непонятно даже что было трудно сказать ну графики уже конечно рисуют везде активно двери на роликах были вот такие вот то есть они в принципе естественно все уже закисло все уже закисло так ну и наверху в принципе ничего особенного нету деревянная просто крыша посмотрим будем ли туда вообще выходить есть ли смысл особо там ничего конечно как я понял нет здесь какая-то краска разлита то ли это краска то ли сидр какой-то непонятно но тоже какое-то помещение здесь скорее всего сушились готовые изделия или это был склад продукции здесь вот тоже эти механизмы непонятные для меня по крайней мере вот туда наверх еще идут лесенки постараемся аккуратно по ним пройти и посмотреть что там там крыша уже проваливается там пол просто жесть вот здесь еще можно пройтись тоже вот щитки предохранители даже есть но вот здесь уже конечно все трешевая просто зайти посмотреть что там хотя бы все это конечно скрипит как-то так вот так это внешне верхнее помещение уже идут если не знаю идут вот такие вот трубы тоже графики но все равно народ ходит там он в принципе еще крыша но это уже туда лезть смысла нету там ничего нету а здесь конечно да здесь еще помещение здесь скорее всего были конторы что-то такое было туда выход на крышу это из бетона то есть все окна побиты конечно же вот вот здесь похоже был нагрев воздуха большие такие комнаты просторные и там мы видим уже дорога идет вон кстати такие вот дыры в полу тут в принципе уже все конечно разваливается и как я понял скоро это пойдет не знаю куда пойдет либо на продажу либо на снос но восстанавливать такое помещение не думаю что будет слишком выгодно уже на большие конечно здесь помещение здесь вот тоже непонятно что это так это труба и шло в окно это в окне дырка для этого здесь похоже тоже все таки какую-то продукцию делали там вот люк здесь уже кто-то пробил дырку ну окна все побитые вот в таком состоянии деревянная крыша так ну ладно буду спускаться уже а ну там еще просто посмотреть что там он по дереву я бы ходить не стал и видно что там особо ничего и нету вот спускаемся здесь и выходить выходить я думаю будем там там же где и зашли что ли ну да здесь еще эта комнатка здесь какие-то вентиля но можно пройти посмотреть расческа даже чья-то вентиля трубы шкафчики такие старые шкафчики батареи батареи шли вы ну и там уже порушено конечно все да тут уже все ничего не осталось особо она все выходим спускаемся вниз и выходим кстати вот двери вот как все это было сделано ничего особенного ничего особенного окна рамы вот обратите внимание сколько мусора здесь валяется вот я уже вышел чемодан какой-то старый кровать зонтик там вот ну вот получается на третьем этаже я был на четвертый уже заглядывать не стал там потому что уже опасность пролома перекрытий вот здесь я побывал вот как раз на третьем этаже вот и здесь вот этот вот проем здесь я уже не ходил по всем этим помещениям особого смысла нету ну это место посетили было интересно всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал чем больше будет лайков просмотров тем больше будет новых видео всем пока и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»